первоначально у нас младший сын ходил на карате и как-то мы уже уже втянулись как бы в спорт да то есть вообще это же тоже определенный режим это постоянное движение то постоянно их нужно возить это и таскать туда-сюда ну как бы как-то так думаю господи ну тут уже 11 ходит потом как-то вот у нас горю макар 3 он будет я не хочу каратэ что-то у него перегорело в нем вот ну и мы решили попробовать вольную борьбу папа у нас сразу был прям вот именно за вольную борьбу или мм или вольная говорю давай попробуем то есть то другое ну и вот у нас макар выбрал вольную борьбу за ним уже вслед потянулись старшие еще замкнула круг девочка до наша которая тоже сначала ну как я пойду вроде вообще там же вообще одни мальчишки ягон давай попробуешь и все и вот теперь уже ее отсюда не вытянуть им очень понравился во первых тренер наш именно его отношения к ребятишкам потому что он умеет найти правильный подход он ну как-то и кнутом и пряником до называется то есть он и держит их да и тут же как бы все равно он с ними такой ну вроде кажется как такой вот ну добрая не горит добрый он очень добрый у нас уже были первые соревнования и мы уже попадали к доктору конечно мне был сразу такой испуг когда у нас номер он в процессе то есть борьбы там у него что-то замкнуло спине и все он как закричала я вообще была в таком шоке игры все 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 потом вроде ничего 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 отошло он полежал больницы у нас вдобавок но как-то мы это пережили папа у нас горит ногу мамы спорт здесь как бы нужно да здесь нужно как-то это понимать что без травмы нужно конечно стараться без травм но это вина именно ребятишек потому что слушать надо и они начинают понимать и вот мирон у нас он год я теперь понял что просто я не дослушал я недопонял тренера и сделал неправильно бояться не нужно для ребятишек это я считаю что это стержень это им дает стержень вот у нас старший ребенок ну это вот именно вот как бы для такого сравнения то есть он сам во первых он очень худой он самый маленький в классе самый маленький он самый худой и мне вообще было страшно его сюда отдавать потому что думаю он не уверенный в себе то есть он постоянно замыкался вот так когда он пришел вот сюда на вольную борьбу я вижу изменение в ребенке то есть он стал более такой цельный человек собранный он стал как-то вот уверен в себе в плане того что он стал разговаривать он стал не бояться говорить если он сидел зажатый вот так там на партию сейчас он свободно разговаривает то есть он уже чувствует в себе какую-то силу он понимает что он ну не что вот он худой да что вот он такой но тем не менее то есть он говорит я уже знаю как себя защитить если что-то горит теперь если мне кто-то скажет он говорит я там допустим могу там применить какой-то прием я грану сынок его просто принимать конечно не надо применять он говорит но тем не менее он дать я-то знаю что я могу то есть я понимаю что мой ребенок стал крепче духом поэтому ходить нужно на спорт это дает волю силу вообще стержень и просто человек сам по себе созревает он становится вот старше младший у нас вообще хулиган вот он становится дисциплинирование он становится старше здесь замечательные люди здесь отличные вообще тренера они просто сами по себе все какой-то вот такой вот у них сплоченный коллектив и дети я знаю всегда под присмотром то есть мы пришли оставили на тренировку и допустим ушли забираем потом я знаю что они под присмотром под каким-то вот четким зорким взглядом здесь у них вырабатывается какой-то коллективизм такой вот именно дружба коллективизм говорю и ну я не за мне здесь очень хорошо мне комфортно и детям моим тоже комфортно дети приходят разные нынче некоторые из подготовленной психики уже грубо говоря устоявшись некоторые немножко набор побаиваются чего-то приходится с ними отдельно с некоторыми разговаривать что мир борьбы это большая семья объяснять что это здесь никто никого не не бьет здесь основном борются сильно какую-то боль не причиняет друг другу в основе как я всегда говорю что это пацифический вид спорта вот кто хочет научиться защищаться но при этом не любит бить ударами он приходите научим бороться обычно кто не любит бороться тот просто не умеет бороться вот так а детям чисто в разговорной форме готовить некоторые бывают до конфликты когда-то садишься почему конфликт случался ну вот он того кой такой обидел приходится объяснять что здесь мы воспитываем во-первых мужские качества качество дружбы здесь на ковре мы как бы растим для будущего поколения что они в дальнейшем все выйдя отсюда станут друзьями там знакомыми хорошие никогда друг другу не откажут с помощью как и у нас у старших ребят сейчас к любому кому я с кем тренировался обращусь они никогда не откажут все в силе они всегда помогут и